Первый городской канал и Минздрав предупреждают. Курение вредит вашему здоровью. Ажиотаж накануне выборов или все же злоупотребление должностными обязанностями. Городоначальник Олег Кондрашов в центре скандала, связанного с продажей предприятия ТЭК-НН. Ждали помощи, но никаких комментариев так и не услышали. Жилые дома в Зеленом Горде признают аварийными без ведома самих владельцев квартир. Первым делом самолеты. Проект реконструкции взлетно-посадочной полосы Нижегородского аэропорта не прошел госэкспертизу. Нижегородцев научат летать. В нашем городе открылся первый батутный центр. Свидание на высоте. Первый городской канал продолжает прием фотографий на конкурс ко дню влюбленных. Об этих и других событиях этого четверга я и мои коллеги расскажем прямо сейчас. В эфире служба новостей «Город». Меня зовут Мария Зелинская. Здравствуйте. Итак, скандал вокруг главы администрации города Олега Кондрашова уже в этот четверг получил развитие. Проверка прокуратуры и обсуждение возможностей возбуждения уголовного дела вынудили сторону главы администрации огласить свою позицию. В центре скандала процедуры продажи предприятия ТЭК-НН Олег Кондрашов склонен предполагать, что возникшая шумиха имеет только политическую подоплеку и связана с предстоящими в этом году выборами в Городскую думу. Обо всем по порядку в материале Екатерины Вологиной. Теплоснабжающая компания ТЭК-НН из муниципалитета была выставлена на аукцион еще в прошлом году. О том, что предприятие было продано по заниженной цене, заговорили на этой неделе. Областная прокуратура потребовала возбудить уголовное дело в отношении Олега Кондрашова по статье «Злоупотребление должностными обязанностями». В связи с этим администрации собрали пресс-конференцию, однако градоначальник на ней не присутствовал. Почему нет Олега Александровича? Потому что Олег Александрович сейчас находится на встрече с жителями Зеленого города, в котором участвуют более ста человек, жители города, и он решает их жизненно важные вопросы. Я думаю, что все-таки для вас более интересно, наверное, не посмотреть на Олега Александровича, вы его там все видите, да, там, периодически, то есть, а получить более глубокий компетентный ответ на ваши вопросы. Я как профильный департамент более глубоко погружен в процессы приватизации. Я напомню, в декабре прошлого года акции ОАО «ТКНН» почти за 53 миллиона рублей купила организация по вывозу мусора. Всего же на покупку претендовали три участника. И стартовой ценой была сумма 50 миллионов 200 тысяч рублей. За счет продажи компаний городская администрация пополнила свою казну. Однако в прокуратуре пришли к выводу, что минимальная стоимость предприятия была занижена. По данным прокуратуры, в собственности предприятия находится значительный имущественный комплекс. Это котельные, теплотрассы, канализация. Все это прокуратура оценила более чем в 327 миллионов рублей. На торгах, я напомню, была предложена сумма в шесть раз меньше. Как нам пояснили в администрации, это связано с тем, что оценщики уделяли внимание не имуществу, а акциям предприятия. Рыночная стоимость пакета акций определялась по состоянию компании. В тот момент предприятие было в предбанкротном состоянии. При рыночных механизмах, при аукционе мы не ушли от цены, которую мы определили более чем на 10%. Значит, в принципе, это было попадание в яблочко. Если, как некоторые товарищи, заявляют, что стоимость данного пакета акций составляет 2 миллиарда рублей, вы можете себе представить, какое количество участников там бы было? Как пишет коммерсант, в надзорном органе также ссылаются на то, что в предыдущие годы администрация вложила свыше 300 миллионов рублей на функционирование котельной. Для меня вообще удивительно, что данный комментарий прокуратуры вышел. Значит, ну, в силу ряда других причин совсем, поскольку он касался пофамильно, там, по условиям говоря, физического лица и главы администрации. Вложения города, которые были сделаны, они были выполнены, во-первых, 5, 6 и 7 год и установлены судом на сегодняшний день. Есть и определение суда о том, что вложения города составляют 121 миллион рублей. В прокуратуре комментировать это отказались, сославшись на то, что пока преждевременно что-либо говорить, так как материалы находятся у следователей. В администрации же предполагают, что подобные обвинения и обсуждения, в том числе и в СМИ, могут носить политический характер, связанный с будущими выборами в Гордуму. Екатерина Вологина, Александр Батраков, Служба новостей, город. Лишиться жилья по воле хитрых предпринимателей рискуют жители более 100 домов в зеленом городе. Без ведомых хозяев, по словам самих жителей, их помещение признают аварийными и назначают под снос. Разобраться в этой проблеме жители попросили главу администрации Нижнего Новгорода. В четверг на встрече Олега Кондрашова с жителями зеленого города был аншлаг. Все желали узнать, как избежать такого беспредела. Что то есть хочу я и ворочу. Вот в таких условиях мы живем. Эта встреча для жителей зеленого города – последняя надежда сохранить крышу над головой. Все ждут помощи и совета от градоначальника. Все дело в том, что в документах зеленого города, а именно в паспорте памятника природы, неожиданно пропали сведения о многоквартирных домах, причем сразу о сотне. Прописано, что на территории нет ни жильцов, ни помещений. А это значит, что люди могут потерять свои квартиры, за приватизацию которых многие из них судятся уже долгое время. Мое просто предположение, и со мной так согласны многие жители второй территории зеленого города, что просто кто-то заинтересован в этом, именно финансово. Поэтому и политики, политики тоже условно бездействуют. Сегодня как будто эта проблема возникла впервые, да, и все делали вид, что мы делаем, принимаем какие-то решения. Нужно на это время обязательно. Мы понимаем, что нужно время, но это время уже длится десятилетиями. А здесь требуется масштабное улучшение качества жизни. То есть и коммуникации, и дороги, приведение лесного фонда в порядок – это сумасшедшие деньги. На это денег никто не взялся. Все по старшинному принципу. Среди прочих вопросов неубранный снег, из-за которого из дома просто нельзя выйти, отсутствие детских площадок и освещения. Несмотря на исправную плату за капитальный ремонт и общедомовое обслуживание, никаких работ не производится. Зеленый город запущен и заброшен. И реакции чиновников не заставляют себя долго ждать. Вот что ответил глава администрации Нижегородского района Нижнего Новгорода Игорь Согин. Когда вы покупали квартиру, вы видели, где вы покупаете? Это первое. Второе. Я сказал, что у вас там молодых мужиков достаточно много. Если вы не в состоянии приколотить доступ к вашему входной двери, ну, значит, не надо было такие решения делать. По признанию жителей, от Олега Конрашова на этой встрече ни одного конструктивного ответа с конкретным решением и датой они так и не услышали. Путь решения проблем обманутых дольщиков обсуждали в представительстве президента в Приволжском федеральном округе. В настоящее время на территории области 242 застройщика строят почти 400 объектов. И важно не только оказать помощь тем, кто уже попал в категорию обманутых, но и предупредить возникновение новых замороженных строек. Уже сейчас региональным правительством разработаны планы по решению проблем пострадавших дольщиков, а также определен механизм завершения строительства каждого объекта. Региональные власти заверяют, что в целях недопущения при остановке строительства жилых домов Министерством строительства Нижегородской области ведется мониторинг ситуации по всем строящимся жилым домам. На данный момент предпосылок по приостановке их строительства отсутствует. Однако дольщики говорят, что за годы борьбы уже привыкли рассчитывать только на себя. Никто вопрос не решает. Мы пять лет ходим по всем администрациям, президентам. В начале прошлого года в Нижегородской области было 35 так называемых проблемных жилых объектов. Но положительная динамика уже есть. В минувшем году были введены в эксплуатацию пять жилых домов. По четырем жилым домам были решены вопросы, позволившие исключить объекты из перечня проблемных. В настоящее время осталось 26 таких объектов с более чем двумя тысячами граждан. Ну а далее небольшая сводка происшествий города и области. На улице Ларина Опель угодил в разделительную разметку. В момент столкновения попал объектив камеры регистратора очевидца. На съемке видно, что за несколько секунд до аварии из левого ряда вправо перестраивается иномарка. Опель после этого начинает немного ускоряться. Но внезапно иномарка справа дергается в правую сторону. Уходя от ДТП, водитель Опеля не справился с управлением и протаранил металлический штакетник. К счастью, в этом происшествии никто не пострадал. Это видео, сделанное инспектором ГИБДД Держинска, длится чуть больше 10 минут. Все это время в центре внимания один из местных жителей, Алексей Вячеславович. Госавтоинспекторов вызвали жителей окрестных домов. Они стали очевидцами того, как нетрезвый мужчина колесил под ворону своей иномарки, пугая прохожих. Финальным маневром пьяной дворовой езды стал наезд на пенек. После этого с Алексеем Вячеславовичем познакомились сотрудники ГИБДД. Я вам еще раз повторяю свои требования. Вам необходимо проследовать патрульный автомобиль. Сейчас, я заебляю свои требования. В случае, если вы... Что? При случае? А-а-а... Соглашаться на требования госавтоинспекторов Алексей Вячеславович не хотел категорически, но объяснять внятно, почему, у него не получалось. Это ваш автомобиль? Это мой автомобиль. Вот этот автомобиль ваш? Мой. Кто совершил ДТП вот на этом автомобиле? Вот наехал на пенек. Кто? На пенек кто наехал? На пенек никто не наехал. Может быть, я наехал. В какой-то момент мужчина даже новое нарушение придумал. Наезд на пенек. Вы будете выполнять наши требования? Я не буду выполнять. Не будете? Не буду. Мы будем вынуждены вас слушать. Какая статья? Статья? А-а-а, статья о нарушении на пенек. Наезд на пенек. Минут через пять началась вторая часть этого представления. Место действия изменилось. Водители взяли под руки и попытались затолкать его в спецавтомобиль для дальнейшего оформления этой ситуации. Но в этот момент Алексей Вячеславович достал козырь из рюкава. Воспользовался заклинанием под названием «Жанна». Эй, Жанна! Жанна! Заклинание сильное, конечно, но у сотрудников госавтоинспекции нашлось антизаклинание. Наручники называется. Жанна! Жанна! Кто такая Жанна, так и осталось загадкой. Хотя это было уже не так важно нетрезвому мужчину. Все же усадили в спецавтомобиль, оформили необходимые бумаги и повезли грозу дворовых пеньков в отдел для дальнейшего разбирательства. Скорее всего, у главного героя будет как минимум полгода, чтобы отточить мастерство своего заклинания. И смотрите во второй части нашего выпуска. Первым делом самолеты. Проект реконструкции взлетно-посадочной полосы Нижегородского аэропорта не прошел госэкспертизу. Нижегородцев научат летать. В нашем городе открылся первый батутный центр. Свидание на высоте. Первый городской канал продолжает прием фотографий на конкурс ко дню влюбленных. В эфире служба новостей города и мы продолжаем. О проекте реконструкции взлетно-посадочной полосы Нижегородского аэропорта расскажет Анастасия Шибашова. Она представит новости короткой строкой. Нижегородская область. Проект реконструкции взлетно-посадочной полосы Нижегородского аэропорта не прошел госэкспертизу. Об этом сообщил губернатор Валерий Шанцев. Губернатор отметил, что трагедии в случившемся он не видит, так как многие сложные проекты проходят экспертизу многократно. Тем более, проект уже исправлен и заново отправлен на экспертизу. Валерий Шанцев также отметил, что главным направлением станет реконструкция взлетной полосы, который начнется в следующем году и продлится до 2017 года. На нее направят порядка 3,5 миллиардов рублей из федерального бюджета. Строительство объектов в рамках подготовки к чемпионату мира 2018 начнется в Нижнем Новгороде в 2015 году. В частности, планируется начать строительство стадиона на стрелке, тренировочных полей, а также гостиниц. Параллельно будут вестись работы по созданию транспортной инфраструктуры. Начнется строительство станции метро «Стрелка» и реконструкция проспекта Молодежный. Пять причалов для Северного флота и один для Крыма изготовят в Нижегородской области. Очень важны вопросы развития инфраструктуры берегового базирования современных кораблей, а именно причалы. Без них не может обойтись ни одно судно, сообщил директор судоремонтной судостроительной корпорации Владимир Васинков. По его словам, в текущем году корпорация строит также шесть дизельных подводных лодок для Черноморского флота. И это были все новости короткой строкой за четверг, 5 февраля. Ну а нижегородцев научат летать. В нашем городе открылся первый батутный центр, где ощутить себя воздушными гимнастами могут абсолютно все желающие. Прыжки и трюки, а главное детская мечта, когда все скакали на диванах в надежде прыгнуть как можно выше. Теперь это все реально. Рассказать о новом увлечении, сделав при этом сальто, попытался Алексей Распопин. Теперь почувствовать себя в невесомости может каждый нижегородец. В новом и единственном в городе батутном зале много любителей. Но с первых же занятий азарт и желание научиться чему-то новому зашкаливают. Результат не заставляет себя долго ждать. Я тренирую пока сальто, вперед, назад, надеюсь, дальше буду прогрессировать. Спортивные батуты сильно отличаются от тех, что можно увидеть летом в парках или на площадях. Здесь совершенно другое покрытие и гораздо мощнее силы отталкивания. На таком снаряде тренируются профессионалы. Им нужно как можно выше выпрыгнуть, чтобы выполнить самые трудные, в том числе тройные элементы. Новички же могут начинать с самого простого – умение правильно отталкиваться и держать баланс. По признанию тренеров, возможность научиться есть даже у тех, кто никогда до этого не занимался спортом. У некоторых получается сделать сальто уже на первом занятии. Прыгая на батуте, можно не только получить заряд положительных эмоций и вспомнить детство, но также научиться выполнять некоторые спортивные элементы. Класс! Тренировочную базу с батутами присмотрели не только любители, но и профессионалы. Спортивный гимнаст Никита Мирошниченко отмечает, что после продолжительного перерыва снова вернулся к занятиям. Теперь он пробует выполнять самые сложные прыжки, такие как тройное сальто вперед. До того, как я пришел на эти тренировки, я занимался в течение 4-5 лет. Но постоянно бросал и не достиг тех результатов, которые я хотел. А когда я пришел сюда, появилось намного больше возможностей. То, что тут есть поровная яма, удобнее тренироваться. Но все высокие результаты так и остались бы в планах, если бы не опытные тренеры, которые контролируют каждое движение и делятся полезными советами. Их цель – максимально обезопасить любого от ссадин и травм, которые маловероятны, но все же возможны. Все-таки это спорт. Но главное, по словам наставников, прыжки на батуте – это веселое времяпрепровождение и получение удовольствия, совмещенное с приобретением спортивного опыта. Вы знаете, тут, да, уже делятся люди на две категории. То есть некоторые действительно попрыгать, чему-то научиться и некоторые поразвлекаться, просто провести время хорошо. Теперь у каждого есть возможность почувствовать себя ребенком и порадовать или даже немного посмешить близких. Прыжки выше головы стали реальными. Алексей Распопин, Алексей Соколов, Служба новостей, Город. Первый городской телеканал продолжает конкурс ко дню Святого Валентина. Поучаствовать в нем могут все влюбленные пары. Для этого нужно выбрать самую, на ваш взгляд, романтическую фотографию пары. Поход в кино, катание на лыжах, прогулка в парке, снимок из отпуска или с первого свидания. Любые значимые события в вашей жизни, запечатленные на фотоаппарат, могут помочь выиграть именно вам. Фотографию нужно разместить в нашей группе ВКонтакте, в альбоме «Свидание на высоте» или прислать на электронную почту Первого городского канала. Все координаты сейчас указаны на экране. Сейчас мы присвоили номер каждому снимку, чтобы определить победителей. Сделает это наш ведущий в прямом эфире 12 февраля, сразу после выпуска Службы новостей «Город», который начнется в 19.30. Счастливчики получат свидание на высоте в Сурмовском парке и поход в зоопарк Мадагаскар. Ну а теперь новости интернета. Все самое интересное в обзоре социальных сетей. Соба в городе. На бульваре 60 лет октября нижегородцы нашли сову или филина. Бедняге приходится бодрствовать, потому что периодически она отбивается от нападок местных ворон. В комментариях нижегородцы жалеют заблудившуюся птицу, а чем помочь, не знают. На Большой Покровской оказывается жарко. Так можно было встретить полуголого мужчину в одних трусах. Но в руках у него все-таки была верхняя одежда. Наверное, на случай, если похолодает. Девушки всегда найдут выход из положения. Боковое зеркало в машине можно заменить дамским розовым зеркальцем. А поможет в этом скотч. Такую машину сфотографировали в верхних печерах. Такую справку, наверное, мечтает получить каждая хозяйка. Хотя бы на один день. Свободная от домашних забот и счастливая жена Мария Разжевина демонстрирует подобный документ. За какие заслуги он ей достался, не уточняется. Ваши фото и видео тоже могут дополнить наш эфир. Но для этого выкладывая их в сеть, не забудьте поставить хэштег «Первый городской ОНН». И далее наш традиционный опрос. Мы поинтересовались у межгородцев и гостей города, что хорошего произошло в их жизни. И вот какие ответы мы услышали. У меня у сестры восьмого дня рождения. Спасибо врачам детской областной больницы на Ванеево-211. Марине Николаевне, Ирине Анидовне, за мою доченьку Танюшеньку Пак. После недельного отдыха завтра наконец-таки иду в школу. А у моей, у мужа сестры день рождения сегодня. Я завтра еду отдыхать. Жарко и странно. Очень надеюсь, что все пройдет отлично. Перелет пройдет без запинки. И я хорошо отдохну. Хорошая, скоро весна. Это радует. В Турции были хорошо отдохнули. Скоро выходные. Снег на покровке расчистили. Отличная новость, да. Ну а сейчас о погоде на завтра. Прогноз на пятницу приготовила Юлия Карабасова. Она выходит на прямую связь со студией. И я передаю ей слово. Юлия, здравствуй. Спонсор прогноза погоды – теплый пол без монтажа. Теплый люкс-экспресс. Добрый вечер, Маша. По народному календарю 6 февраля. Аксинья полузимница. В этот день можно погадать о ценах на хлеб на ближайшее время. Взять печеный хлеб и взвесить его сначала вечером, а потом утром. Если за ночь вес хлеба уменьшится, то он подешевеет. Если увеличится, то подорожает. А если вес останется неизменным, то и цена будет прежняя. По прогнозам синоптиков, завтра в Нижнем Новгороде ожидается облачная погода. Температура воздуха днем – минус 8 градусов. В ночные часы – минус 10. И на этом у меня все. Если вы стали свидетелем уникального события, обязательно звоните к нам в редакцию по телефону 217-0171. Я также напоминаю, что все новости выпуска вы сможете еще раз увидеть на нашем сайте, адрес которого сейчас на ваших экранах. До Дня Святого Валентина осталось меньше двух недель. Сейчас самое время готовить сюрприз близкому человеку. Ведущая проекта «Большая перемена» Елена Демидова и команда стилистов уже сделали подарок одной неординарной паре нижегородцев. В кого превратилась семья викингов – смотрите далее. Ну а я, Мария Зелинская, прощаюсь с вами. Всего вам доброго и до встречи на Первом городском. Около 189 миллионов роз продается ежегодно в США на День Святого Валентина. С каждым годом этот праздник набирает популярность и в России. У нас, пожалуй, самый распространенный подарок – это Валентинке. «Большая перемена» сделает своим героям сюрприз посущественнее, а именно преображение. Викинг и его жена станут героями этого выпуска. Из многочисленных анкет письмо неординарной семьи Малышевых явно выделялось. Дмитрий по профессии антихакер – так он сам себя называет. Наталья работает в музее. Объединяет их любовь к исторической реконструкции. Даже свадьба пары была в стиле Древней Скандинавии. Кстати, в феврале супруги празднуют годовщину свадьбы. Наташа, Дима. Сегодня работать с вами будут мастера Центра индустрии красоты. Знакомьтесь, его руководитель – стилист международного уровня Наталья Бласова. Нам будет очень интересно сегодня работать с этой замечательной парой, но мы хотим вам сегодня сделать совсем другие образы, если вы не возражаете. Поэтому с вами сегодня будут работать стилисты, визажи-стилист Жанна, Гайне – мастер-парикмахер-стилист. И сегодня нам еще будет помогать наш замечательный стажер Центра индустрии красоты – Анжела. Ребята, рассказывайте, с какой целью вы отправили свои анкеты на наш проект? Мне кажется, вы можете создать себе сами любой образ. Мы с Димой очень часто меняем свои образы, устраиваем саморазнообразные фотоэсессии в различных стилях. И поэтому нам бы хотелось посмотреть на себя с другой стороны, как же нас видят стилисты, парикмахеры, визажисты. Самое интересное – это то, какие образы в нас видят другие люди. У вас в обоих длинные, хорошие волосы. Что если наши стилисты решат убрать вам длину? Вы готовы к этому? Мне кажется, каждый из нас по отдельности готов к каким-то экспериментам. Но вот увидеть друг друга в различных образах, а тем более с короткими волосами, вот это будет полная неожиданность и, наверное, небольшой страх. Вообще длинные волосы – это мой образ. Я практически всю жизнь хожу с длинными волосами. И мне бы не очень хотелось срезать всю длину, может быть, чуть-чуть покороче сделать, как-то немножко форму другую придать, но хотелось бы оставить свою длину волос. А супруга с короткими волосами представляешь? Нет. Если честно, я не знаю, как он будет выглядеть. И лучше бы тоже немножко длину-то оставить. По правилам нашего проекта посмотреть на себя в зеркало снова ты сможешь только после большой перемены. Юлия, жду с нетерпением. Причёска – это основное оружие для каждой барышни, которое может растопить сердце даже самое каменное, даже самого брутального воина. Поэтому, девчонки, в Дню Святого Валентина делаем интересные и романтичные прически. В первую очередь, это, конечно, локоны. Локоны могут быть накручены, как на бигуди, который вы можете это сделать, дома на плойку. Волосы могут быть впереди приглажены, сзади распущены красивыми локонами. Или вся голова в локонах, как будто ветер подул и растрепалась прическа. Очень интересная прическа, которая может быть по выполнению дома сложновато, но это того стоит. Это бант из волос. Смотрится очень стильно и очень красиво. И к Дню Святого Валентина такая фишка. Прическа в виде сердца. То есть можно разделить волосы длинные на две части. Из верхней части сплести две косы, свернуть две баранки и оставшиеся кончики косы выложить сердечком сзади. Остальные волосы второй части нижней прически распустить, сделать красивые локоны. В Дню Святого Валентина рекомендуем все-таки макияж практически без макияжа. То есть обязательно выровненный тон, обязательно хорошо прорисованные брови, достаточно немного теней на веки, прокрашенные, конечно же, ресницы и влажные, чувственные, розовые, неяркие губы. По поводу молодых людей. Я сейчас выскажу свое собственное мнение как стилиста, но мне кажется, что несмотря на то, что молодые люди все-таки предпочитают одеваться демократично, джинсы, куртки, кулловеры, то, наверное, к Дню Святого Валентина имеет смысл одеть брюки. Брюки, обувь, почистить до глянца свои ботинки, сделать хорошую стрижку и выглядеть как джентльмен. Когда к нам в салон приходят молодые люди с длинными волосами, как правило, они просят убрать длину. Но в сегодняшней нашей программе Дмитрий пожелал наоборот. Максимально мы сохранили длину, при этом придав форму и немножечко мы скорректировали борги. Лицо Натальи – мечта любого визажиста, так как у нее идеальный овал лица. Моя работа заключается в том, чтобы подчеркнуть ее достоинства. Дмитрий, на преображение молодых людей уходит, как правило, немного времени, поэтому я уже готова тебя развернуть к зеркалу. Ты как? Я готов. Ну что тогда, разворачиваю. Ух ты! Подойди поближе, посмотри на себя. Тебе нравится? Да, однозначно. Что тебе нравится? Мне нравится то, что у меня лицо стало уже, в отличие от того, как было. Ну, по пятибалльной шкале. Шесть. Наташа, твой супруг уже отправился переодеваться. Тебе, наверное, не терпится к нему присоединиться. Да, еще бы. Я уже очень давно жду, когда закончат этот процесс. Ну, тогда на счет три мы тебя разворачиваем к зеркалу. Три, два, один. Такая красивая. Сейчас расплачиваешься. Очень нравится. Спасибо вам огромное. Я совершенно по-другому представляла этот образ. Получилось, наверное, раза в три-четыре лучше, чем я могла представить. Очень красиво. Редактор субтитров М.Лосева Корректор А.Егорова Кстати, классно, мне очень нравится твоя вопрос. Наш сегодняшний образ для героев Натальи и Дмитрия Вечерний, для того, чтобы заходить в какое-нибудь симпатичное кафе, где можно съесть и мороженое, и какое-нибудь съестное блюдо для нашего молодого человека. И оба лука, если вы обратите внимание, содержат casual формы, то есть у Натальи это casual куртка, такая очень красивая, сочная по цвету, идеально подходящая ей по цветотипу. И у Дмитрия отличный casual пиджак, который мне явно привянулся, из-за которого он все-таки, похоже, вернется. Мне очень понравился сегодняшний день. Несмотря на то, что мы очень устали от самого процесса, но процесс все-таки сам был очень приятен нам. Получили огромное удовольствие от того, как нам делали прическу, макияж, как подавляли нам замечательный вот этот образ. В целом я не ожидала, что получится именно такой стиль. Я ни разу на себе такое не примеряла, но я приму это тоже себе на заметку. Честно, Дима очень стильный. Мне так понравился этот образ, я надеюсь, что последствия он тоже себе приобретет подобные вещи. И смогли подчеркнуть как раз его стиль, какую-то его внутреннюю составляющую. Конкретно в таком стиле я себя никогда не видел и не планировал, никогда даже не пробовал. Это очень интересно было. По поводу преображения супруги, ну вот в таком-то виде я ее точно никогда не представлял. Это было совсем, совсем альтернативно. То есть у меня было много вариантов, которые я хотел бы представить. Но вот я вот в этом виде точно не представлял. Это очень оригинально, очень неожиданно. Я бы даже сказал в какой-то степени экстравагантно. Это было замечательное событие, которое нам запомнится на всю жизнь, я думаю. Это очень здорово. Спасибо вам большое, что пригласили на свидание. Вот так семья викингов превратилась в кэжл-пару. Если вы тоже хотите стать героями нашего проекта, отправляйте заявку на почту, адрес которой на ваших экранах. Возможно, Большая перемена ждет именно вас. До встречи. Центр индустрии красоты Натальи Власовой. Улица Кожевенная, дом 11. Телефоны 413-10-76 и 410-85-45. Адрес сайта zigdefisnn.ru Благодарим за помощь в проведении съемок «Школу стилей Елены Большаковой» и модный магазин «Галерея». Спонсор прогноза погоды – теплый пол без монтажа. Теплый люкс-экспресс. Редактор субтитров А.Семкин